Образ ведущей салон красоты Себастин Говорят, в бизнесе, жизни и танцах главное партнер. И с этим трудно не согласиться. О том, как профессиональные звездные тренеры танцевали танец жизни с непрофессиональными звездными партнерами, расскажут наши корреспонденты. 30 июня в Оренбурге состоялся первый этап благотворительного марафона «Танец жизни». Совместный проект фонда «Родные сердца» и танцевального клуба «Мир танца» получился ярким, зрелищным и захватывающим. Но обо всем по порядку. На протяжении полутора месяцев непрофессиональные звездные участники репетировали танцевальные номера с профессиональными тренерами. И это было совсем непросто. Каждому из них пришлось преодолеть многое. Страх сцены, скованность, колоссальную занятость и нехватку времени. И уже в этот момент каждый из них стал победителем. Собственно, каждый из нас тут преодолевает себя. Не только я. Вы видели, всем трудно и всем боятся и волнуются. Подготовительный этап завершен и по красной дорожке марафона ярко, красиво и грациозно идут они, участники и победители. Несмотря на внешнюю раскованность, шикарные наряды, поддержку родных и близких волновались они безумно. И минуты ожидания выхода за кулисами каждому из участников казались вечностью. Мне кажется, что я все забыла, что все, что я делала, куда-то вообще испарилась и шло. Но я надеюсь, что я соберусь и сделаю все достойно. Тренеры и профессиональные напарники волновались ничуть не меньше своих подопечных. Но, как и положено настоящим профессионалам, демонстрировали исключительную выдержку, уверенность и оптимизм. Это было сложно, это было интересно, но в то же время сам посыл и формат мероприятия обязывал к тому, чтобы мы были вдохновлены всем этим процессом. И у них все получилось. Участники продемонстрировали блестящие выступления и доказали, что ради жизни, благой цели, красоты и добра человек способен на многое, если не сказать на все. Своим примером это ежедневно доказывают главные герои марафона – те, кто танцует свой танец жизни в инвалидных колясках. Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на развитие адаптивного танцевального спорта, покупку танцевальных колясок, костюмов, организацию поездок на соревнования. Мы надеемся и то, что после этого мероприятия, после этого проекта людей активных больше появится в наших стенах, будут заниматься активно с профессионалами, как на сегодняшний день делаем мы. Пожалуй, в этот вечер в зале не было человека, который не сказал бы спасибо идейному вдохновителю и неутомимому вечному двигателю мероприятия, попечителю благотворительного фонда «Родные сердца» Ольге Поповой. Сама Ольга считает свой первый шаг робким и неуверенным, но увидев, сколько счастья и блага проект принес людям, останавливаться на достигнутом не собирается. Я на тренировках поняла, что наши участники, они переживают не за то, как они будут выглядеть, а за то, чтобы люди, которые пришли сюда, не потеряли зря два часа времени своего. То есть они переживают от других. И они настолько достойны пример для подражания, и таких людей настолько много, что хочется приехать сюда. Сияющие глаза, улыбки, аплодисменты. В этот вечер каждый убедился в том, что танец – это счастье. Счастье, для которого нет преград и ограничений. Танец жизни, который должен, а значит, будет продолжаться. Некая швейцарская компания, занимающаяся строительством деревянных яхт, неожиданно представила на рынке потрясающую сантехнику из натурального дерева. Как оказалось, специалисты фирмы долгое время разрабатывали технологию изготовления такой сантехники для своих яхт. Каждая ванна и раковина изготавливается вручную. Дерево пропитывается специальной смолой, прессуется и покрывается лаком. Ванны и умывальники сохраняют естественный рисунок и структуру дерева, смотрится невероятно стильно и стоит невероятно дорого. О более приемлемых, но не менее достойных экземплярах расскажут наши эксперты. Для того, чтобы в доме было тепло и уютно и зимой, и летом, важно еще на этапе строительства грамотно продумать и спроектировать систему водоснабжения и отопления. Нюансов в этой сфере масса и без советов настоящего эксперта просто не обойтись. Каждый человек по-своему строит свои системы, то есть он может выбрать и такую, и такую трубу. Самое главное, чтобы был качественный товар. Профессиональные монтажники не понаслышке знают, кому из производителей можно доверять. Фирма «Валтек» производит массу деталей для строительства систем отопления, водоснабжения, в том числе очень популярны металлопластиковые трубы фирмы «Валтек». Большой ассортимент соединительных деталей делает возможным любые конструкции. Здесь используется только высококачественная латунь, очень высокий контроль качества за каждым изделием. С трубами разобрались, займемся отоплением. В современном доме очень часто используют систему отопления теплыми полами водяными. Вот эти коллектора, всевозможные смесительные клапана, узлы помогут сделать более комфортное проживание в доме и, естественно, снизить энергопотребление. Эксперт дает советы по выбору котла. Сейчас очень качественно делают настенные котлы, которые могут также справиться с отоплением и с подачей горячей воды. Если, конечно, у вас большой дом, то без наполевого котла не обойдешься, потому что настенные котлы ограничены по мощности. И радиатора. Алюминиевые радиаторы – это целиком сделанные из алюминиевого сплава. Кремний придает радиатору более прочность, более стыки к коррозии. Биметаллический радиатор служит для более жестких условий эксплуатации. То есть это в высотных домах многоэтажных, где более давление и более высокая температура. Разные радиаторы имеют разную теплоотдачу. Некоторые покупатели не обращают на это внимания. А потом, когда рассчитывают количество какой-то секции, у них получается, что они не обеспечивают теплом. Поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Немаловажным в своем доме является вопрос полива приусадебного участка. Представлено большое количество всевозможных насосов. Любой человек может прийти и подобрать тот насос, который нужен. Кроме этого, есть система фитингов для того, чтобы каждый человек мог сам сделать у себя систему полива на собственном участке. А вот такие помощники обеспечат бесперебойную подачу воды. Чем больше точек потребления, тем больше емкости должен быть гидроаккумулятор. И, конечно, самый приятный этап – выбор элементов водоснабжения, которые всегда на виду. Сейчас выбор просто шикарнейший. Я рекомендую, конечно, латунные покупать смесители для дома. А для производства можно и попроще смесить, или подешевле. Мы благодарим экспертов за ценные советы и желаем всем, кто занят строительством, уюта и тепла в новых домах. Магазин фитинг. Все для водоснабжения и отопления. Телефон 45-22-77. Лето – сезон не только каникул и отпусков, но и строительства, и ремонта. Кто-то планирует освежить ремонт в квартире, кто-то замахнулся на постройку коттеджа. А если в ваших планах значится возведение новой баньки, советы нашего эксперта специально для вас. Традиционно на рынке отделочных материалов для бань, саун, парных, загородных домов представлены материалы из древесины сосны, ольхи, лиственницы. Не так широко представлены на рынке отделочных материалов. Это материалы из канадского кедра, материалы из алтайского кедра и африканского абаша. Вагонка из канадского кедра традиционно у нас представлена только сортом экстра, так как это материал премиум класса, это материал класса люк. Сибирский кедр представлен как вагонкой, так и имитацией бруса. Хорошую баню невозможно представить без хорошего бассейна. При выборе материалов для его отделки тоже есть свои хитрости. Да, мы приготовили также отделочные материалы для зон, скажем так, используемых возле бассейна. Это террасная доска или же палубная доска, как она называется в народе. Она представлена из материала лиственницы, что лиственница отличает ее непревзойденные качества при соприкосновении с водой. Лиственница при соприкосновении с водой только твердеет и с годами она у вас не растрескается, не полопается, не почернеет. А при правильном покрытии станет только крепче и тверже. Кстати, не забывайте о том, что при покупке отделочного материала важно не только правильно его выбрать, но и верно рассчитать количество. В этом вам помогут профессиональные консультанты, а мы тем временем переходим к выбору печки. Электрическая это будет печь, дровяная или газовая решать уже вам. Но необходимо учитывать именно технические характеристики вашей печи. Мы можем предложить печи как с большим наполнением камней, так же и печи с закрытой каменкой, что будет влиять на качество пара в вашей парильной комнате. И, наконец, самое приятное – дизайн и обустройство будущей банки. Важным элементом дизайна вашей сауны является дверь – стеклянная или деревянная. Дополнить целебные свойства вашего пара поможет принятие таких процедур, как фитобочка, купель или использование изделий из гималайской соли в интерьере вашей сауны. Ну а если вы хотите поистине удивить ваших гостей, то пригласите их принять японскую сауну «Хурака», которую вы можете установить на вашем дворе под открытым небом. Как видите, новый строительный сезон обещает быть жарким. Пользуйтесь нашими рекомендациями, и они станут вашим персональным ориентиром в море новинок и свежих решений. Психологи утверждают, что в июле непременно следует сделать фото с мокрыми волосами, любимым человеком и счастливым выражением лица. О том, что еще нужно успеть сделать в главном месяце лета, расскажут наши корреспонденты. Есть вещи, которые с годами не стареют, а становятся только лучше и ценнее. Именно таким, набравшим зрелой ценности, с течением времени стал ресторан «Красный лев». В этом году ему исполняется 10 лет. «Красный лев», потому что он часто употреблялся в гербах различных королей. Королевский размах. Именно так можно парой слов охарактеризовать идею создания в Оренбурге настоящего английского заведения. Город, в котором 10 лет назад Оливье и Пельмени были королями ресторанных залов, не располагал к появлению иных концепций. Вернее, казалось, что не располагал. Мы были первыми, кто предложил и познакомил наших оренбургцев с таким направлением. И первые, которые предложили праздники, открыли Оренбургу, что существует в разных странах, разные праздники связаны именно с этой культурой. Культура. Для «Красного льва» это важное и ключевое слово. Оно помогает понять историю их стремительного взлета и уверенного движения сквозь хрупкое и переменчивое время. В нашей концепции было заложено, что мы сидим щека к щеке, плечо к плечу, для того, чтобы мы могли общаться, мы могли разговаривать, могли веселиться. Даже если захотелось, нам вдруг душа потребовала исполнить какую-то песню, мы могли ее исполнить. Ты должен себя почувствовать, как у себя дома, и расслабиться. Для этого и приходит. Человек к нам приходит за хорошее настроение, для расслабления, для получения определенных эмоций. Эмоции для оренбуржцев слово мало знакомое. Это факт. Мы склонны к чему угодно, к поспешным выводам, к самолюбованию, к одурачиванию. Мы постоянно держим ухо востро. Ну, какие из нас англичане? Какую бы ты концепцию ни выбрал, ни предложил русскому посетителю, русскому гостю, он все равно ее переворачивает на свой лад. Конечно, приходится подстраиваться под тех гостей, которые к нам приходят. Чтобы так считать, требуется настоящая мудрость. Ирине Николаевне мудрости не занимать, потому что она ее не занимала, а заработала. Для меня было все новое. И я вместе со своим персоналом обучалась буквально пошагово. Училась быть официантом, училась быть барменом, училась быть поваром. Потому что я абсолютно была в другом направлении. И продолжаю это делать сейчас. Красный лев превратился в место, где атмосфера радости и учтивости всегда оттеняется новыми и новыми деталями. Если же говорить о чем-то неизменном, стабильном, то это качество здешней кухни. Оно всегда на высоте. Доброжелательно, учтиво обслуживание гостя. Качественные продукты, которые мы используем в приготовлении еды. Я думаю, что мы на правильном пути. Ресторану «Красный лев» 10 лет. Смелая идея, мудрые люди, настоящий успех. И напоследок еще один полезный совет. Если вы мечтаете о том, чтобы наконец-то хорошенько выспаться и не знаете, как это сделать, выключите вечером компьютер и телефон. Уверяю, это обязательно поможет. Хорошего вам настроения и удачной недели. Вы смотрели ГТО. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин